Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Надеюсь, добрый день. У нас кворум собран. Давайте начнем нашу коммунологическую сессию. Вы подготовили несколько интересных докладов. Пожалуйста, подключайтесь, активно участвуйте в обсуждении. Сейчас будет первый доклад. Он будет в записи, посвященный COVID-19. В связи с тем, что я в командировке, я предсчитал, лучше это будет именно запись, а я уже подключусь ответить на ваши вопросы, глубоко уважаемые коллеги. Ну а дальше мы пойдем по нашему регламенту, который вы знаете. Ну что же, продолжаем. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вашу вниманию доклад, посвященный COVID-19 с точки зрения пульмонолога. Да, действительно, я постараюсь сегодня рассказать о таких дискуссионных вопросах введения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ну и вполне очевидно, мы продолжим нашу тему в отношении симптоматического лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Во-первых, начнем с терминологии, глубоко уважаемые коллеги. И, безусловно, в очередной раз нужно обратить ваше внимание на тот факт, что в нашем эмоциональном документе до настоящего времени присутствует этот термин пневмонии. И пусть даже в последних версиях появился термин вирусная пневмония, к сожалению, это отражается на тех вариантах лечения наших пациентов, с которыми, наверное, мы должны вместе с вами прийти к определенному консенсусу. Потому что мы, безусловно, понимаем, что вот эта двойная кодировка, с одной стороны COVID-19, с другой стороны вне больничной пневмонии, во-первых, конечно же, запутывает всю статистику, которую мы сегодня имеем, в том числе по части новой коронавирусной инфекции, по части пневмонии, но и с другой стороны она ведет, конечно же, к очень серьезным проблемам, которые я сейчас постараюсь расшифровать. Во-первых, временные методические рекомендации COVID-19 вне больничной пневмонии как осложнение новой коронавирусной инфекции. Так ли это? И теперь, коллеги, кроме наших усилий, которые, вы знаете, уже больше года присутствуют и в печати, и вот благодаря нашим встречам, у нас с вами еще и появился документ, в котором мы участвовали в создании его. Это национальные рекомендации по вне больничной пневмонии у взрослых, которые утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. И мы найдем там определение пневмонии, которое гласит следующее. Это группа различных по этиологии патогенеза морфологической архивилистики острых инфекционных преимуществ бактериальных заболеваний, а вот дальше очень важный момент, характеризующихся очаговым поражением респиратонных отделов легких с обязательным наличием внутри альвеолярной эксудации. То есть патоморфологический феномен, критерий пневмонии – это наличие внутри альвеолярной эксудации. Что же происходит при COVID-19? При COVID-19 вирус, накапливаясь в эпителии верхних и нижних дыхательных путей, в конечном итоге размножаясь, попадает в кровоток и приводит к системному воспалительному ответу, который инициирован данным респираторным вирусом, вирусом SARS-CoV-2. Далее этот системный воспалительный ответ – это гипериммунная реакция человеческого организма. Это огромное количество тех самых интелликин-6, других цитокинов, химокинов, приводит к поражению респиратонных отделов легких. Конечно же, этот иммунный ответ приводит в том числе к активации нейтрофилов и поражению эндотелия сосудов, что тоже окладывает свой вклад на нарушение газообменной функции легких. То есть эндотелиид и специфическое поражение легких, инициированное вирусом SARS-CoV-2 за счет гиперцитокинемии. То есть мы прекрасно понимаем, что это совершенно другой процесс. И что же нам говорят патомархологи? Да, они нам говорят, что это диффузное альвеолярное повреждение, а не наличие эксудата в полости альвеол. Не очаговый процесс, как при пневмонии. Диффузное альвеолярное повреждение. И, конечно же, это доказано в целом ряде тех исследований и аутопсийного материала, которые мы получали и год назад, и получаем, к сожалению, и поныне. Но, безусловно, если уж с точки зрения пульмонолога подходить к этому термину, а это, коллеги, оказывает важнейшее влияние на дифференциальную диагностику, между прочим, бактериальной пневмонии и поражение легких в рамках COVID-19, то, конечно, мы сразу же можем сказать, что пациенты с COVID-19 не демонстрируют выделение мокроты. У пациентов с COVID-19 нет лейкоцитоза с палочкой ядерным сдвигом, который есть у подавляющего числа больных, переносящих бактериальную пневмонию. Прокальцитонин в случае COVID-19 не повышается и находится в пределах нормальных значений. А повышение уровня C-реактивного белка, да, действительно демонстрирует подавляющее число больных с COVID-19, но чаще незначительно, как, например, при бактериальной пневмонии, где эти уровни превышают 150, а то и 200 мг на литр, при COVID-19 более меньшие уровни наблюдаются. Но мы прекрасно понимаем, что повышение ЦРВ, как и в случае, например, аутоиммунных процессов, отражает выраженность системного воспалительного ответа, инициированного вируса SARS-CoV-2, и мы в зависимости от этого планируем соответствующую форму терапии. И вы понимаете, что вот ситуация с термином пневмонии уже привела к плачевному результату. Обратите внимание на этот слайд, где у нас, оказывается, в нашей стране растет заболеваемость не только COVID-19, но и вне больничной пневмонии. В некоторых регионах нашей страны до 600% это пневмония или это COVID-19 все-таки. Но, безусловно, когда мы говорим о всей стране за 2020 год, статистика говорит о росте в 258% и высокой летальности от вне больничной пневмонии. Но ведь это не пневмония, коллеги, это COVID-19, который должен быть зашифрован в соответствующем образе. Пандемия пройдет в этом вопросе, да, а вопросы как раз останутся. Почему назначили или не назначили антибиотик? В случае пневмонии это жизнеспасающая стратегия, в случае COVID-19 это очевидная ошибка. Почему назначили или не назначили глюкортикостероиды, либо моноклонами тетила? В случае COVID-19 это жизнеспасающая стратегия, в случае пневмонии это серьезнейшая ошибка, которая приводит к генерализации процесса и в конечном итоге может привести к фатальному исходу. Поэтому по части формулировки диагноза рекомендации силового ведомства Министерства обороны, рекомендации госпиталя Бурденко, которые вы видите на этом слайде, пользуются заслуженной популярностью. И я, по крайней мере, предлагаю использовать это в своей клинической практике. Это не противоречит ни нашим национальным рекомендациям, не противоречит МКБ-10. И когда мы видим пациента, у которого отсутствуют объективные признаки пневмонии, то есть бактериального процесса, у которого есть двустороннее поражение легких, ну что нам мешает на старте правильно интерпретировать клиническую ситуацию? COVID-19 подтвержденное, либо вероятное. Средне тяжелое течение, протекающее с двусторонним вирусным поражением легких, а в осложнениях указать те действительно осложнения, которые случаются при COVID-19. Это развитие острой дыхательной недостаточности. Это уже клинический критерий в виде развития острого респираторного дистресса синдрома. Ну а если у больного тяжелого через определенный промежуток времени, не менее чем через 10-14 суток при анимации, вдруг повышается температура тела, появляется мокрота и прокальцитонин демонстрирует тенденцию к увеличению, то, конечно же, мы диагностируем нозокомиальную инфекцию. И здесь у нас уже есть признаки, в том числе рентгенологические, той самой внутри альвеолярной эксудации. Нозокомиальная пневмония, вызванная тем или иным им или другим, причинным микроорганизмом, что требует назначения антибиотика. Продолжая разговор об антибикробной химиотерапии, потому что сейчас не только пандемия COVID-19, но и пандемия назначения антибиотиков, еще раз на страницах нашего национального документа, более чем год назад были отражены четкие показания к назначению этих препаратов. И поверьте, 95 и более процентов наших больных не нуждаются в назначении этих лекарственных средств, а в амбулаторной практике они не нуждаются практически полностью, в условиях стационара в 90% случаев, и только лишь часть больных, достаточно широкая, что связано с нашим лечением, назначением глюкоррикостероидов и монофилональных метил, в реанимации может нуждаться в назначении этих препаратов. Называется цифра 20-30% присоединения бактериальной флоры, требующей назначения антибиотика. А теперь задумаемся, глупо уважаемые коллеги. Больные госпитализируются, сейчас с учетом новых штаммов госпитализируются 30-40%. Это все непростые пациенты с коморбидным фоном, и всем им проводится та самая противовоспалительная терапия иммуносупрессантами, наверное, по-другому и не скажешь. И всем практически пациентам проводится та самая неоправданная антимикробная химиотерапия. К чему это ведет? Это ведет как к риску нозокомиальной суперинфекции, так и к риску того, что в случае этой инфекции мы с вами встретимся с антибиотикорезистентами штаммового микроорганизма. И предтверждение перед вами – это реанимация в госпитале Бурденко, где, я подчеркиваю, все-таки достаточно жесткие требования к назначению антибиотиков в случае развития осложнений при COVID-19 присутствуют, да, и продолжаются и поныне. Но даже в этих условиях на фоне той самой неоправданной антимикробной химиотерапии, в том числе в амбулаторных условиях, оказывается, больные, у которых развилась в конечном итоге нозокомиальная пневмония на фоне COVID-19, она вызывает чаще всего клепселопневмония, и эта клепселопневмония, в отличие от прошлых лет, в 100% случаев, то есть в абсолютном числе, нечувствительна к карбопенемам, что требует назначения других препаратов, в частности, более дорогостоящих стратегий, в виде, например, назначения цифтезидима-авибактана. Это серьезная проблема, это пандемия, по большому счету, антибиотикорезистентности. Итак, что мы можем сделать в пациентаре коллегии? Назначение антикоагулянта, глюкокортикостероидов и использование моноклональных антител. В одном случае это влияние вполне очевидно на реологию крови, и здесь это важное звено, эпатогенезия респираторных нарушений при COVID-19. Глюкокортикостероиды и моноклональные антитела цель назначения – остановить вот ту самую гиперцитокинемию, чтобы предотвратить последующее прогрессирующее поражение леда. О чем бы мне хотелось озвучить? Несколько важных моментов. В настоящее время на страницах нашего национального документа даже у больных с КТ-1, с КТ-2 при наличии соответствующих критериев, в том числе клинических и лабораторных, предлагается использовать моноклональные антитела. Среди них клевелемаб, олокезумаб, тоцелезумаб и ряд других препаратов. Обратите внимание, что хотелось бы сделать и предложить вам, глубоко уважаемые коллеги, когда вы видите перед собой такого поступившего пациента. Да, вполне очевидно получить результат определения уровня цирреактивного белка, но плюс к этому вкупе с анамнезом, с лихорадкой, оценить коморбидный фон. И если перед нами пациент с сахарным диабетом, с ожирением, безусловно, это прибавит нам энтузиазму к назначению подобного рода фармакотерапии. Отследить уровень ферритина и интерлекин-6. Это очень нужный параметр коллеги, который позволяет нам сразу выработать тактику назначения этих лекарских препаратов. Как мы можем ориентироваться? Рост ЦРВ, ферритина, мы говорим о прогрессировании COVID-19. Про кальцитонин, наоборот, думаем о присоединении бактериальной инфекции. Увеличение дагимера, значит, корригируем дозу антикоагулянта, повышаем ее до субмаксимальных цифр. И плюс к этому, конечно же, интерлекин-6. Очень важный маркер как раз при COVID-19. Обратите внимание, если он крайне высокий, значит, у больного крайне высокий риск летального исхода, связанного с развитием этого самого остого респираторного дистресс-синдрома. То есть, если он более 30 пикограмм на миллилитр, то это прямое показание к неотложному применению противовоспалительной терапии глюкортикостероиды или колональные тела, либо их комбинация. Если он уже крайне высокий, интерлекин-6, цифры я, конечно же, сейчас вам не скажу, но для этого нужно понимать, что это как минимум больше 100. Нужно блокировать рецептурное звено левелема, 100 цилизумаба. Если он невысокий, то мы можем в этой ситуации получить эффект от назначения блокатора выработки интерлекин-6, в частности, назначения улокизумаба. То есть, у нас с вами, благодаря этому, интерлекин-6, определение этого маркера существуют возможности даже для персонализированной фармакотерапии с использованием моноклональных антител. В отношении глюкортикостероидов. Здесь, коллеги, стоит вернуться к тем данным, которые мы опубликовали 12 мая. Напомню, тогда еще Всемирный медицинский здравоохранения была категорически против назначения глюкортикостероидов. Тогда еще до публикации и даже для первых данных исследований рекавери было как минимум полтора месяца впереди. Мы пошли на этот факт, потому что спустя неделю работы в ковиде увидели, что антибиотики не нужны. Противирусные препараты назначать уже поздно. Но назначение препаратов, которые будут блокировать эти самые элементы цитокинового шторма, в частности глюкортикостероиды, это очень хорошо нам помогает. Обращу ваше внимание на тот факт, что, конечно, мы были апологетами высокодозной терапии метилпиднизолоном, но, опять-таки, коллеги, не у всех нужно определяться с необходимостью тех или иных доз. И вы видите, первоисточник как раз и написан. Либо высокодозная терапия метилпиднизолона у соответствующего больного с массивным поражением дыхательной недостаточности, уже требующего высокопоточной кислородотерапии, либо дексаметазон 12-20 мг в сутки в течение трех дней у пациента с длительной лихорадкой, высоким уровнем ЦРБ и прогрессирующим изменением и легким. Цель, повторюсь, как раз остановить прогрессирование процесса. То есть мы выбираем, у нас уже есть возможности для персонализированной фармакотерапии. А самое главное, мы назначаем эти препараты при наличии показаний. Это как раз то самое прогрессирующее течение COVID-19, в том числе с элементами дыхательной недостаточности. Конечно, это очень важный вопрос, коллеги. И вот эти рекомендации, которые увидите на этом экране, по части неотложного назначения противовоспалительных препаратов работают и поныне. Это уже неотложная ситуация. Мы должны сразу же вводить соответствующую лекарственную терапию нашим пациентам, моноклональные метитела, глюкокортикостероидной терапии. Если у пациента лихорадка, как минимум 3-5 дней фибрильных, плюс один из вышеозначенных признаков. Это дыхательная недостаточность, это КТ-2 и выше, это повышение уровня ЦРБ и повышение уровня интерлекин-6. Показания к соответствующей противовоспалительной терапии. Сразу же поговорим о некоторых ошибках. Низкие дозы дексаметазона. Низкие, когда мы говорим об цитокиновом шторме, глубоко уважаемые коллеги. Когда у нас высокий интерлекин-6, когда у нас уже речь идет о необходимости более высоких уровней респираторной поддержки, на наш взгляд, все-таки нужно использовать более высокодозную терапию. 12-20 мг в сутки. Да, у тех пациентов, у которых есть риск дестабилизации углеводного обмена, коморбидный фон, высокий риск бактериальных осложнений, те дозы, которые фигурируют в исследовании рекавери, в частности 6 мг в сутки дексаметазона, тоже будут, в общем-то, применимы. И вот в этой ситуации индивидуальный подход к пациенту, глубоко уважаемые коллеги, и даже в отношении этих самых дозировок, которые я в том числе постарался прокомментировать. Назначение глюкоррикостероидов с первых дней в ампулатонной практике. Зачем? Что мы хотим добиться? Длительная терапия более 14 суток. Зачем? Мы должны получить эффект остановить пациента на приемлемом уровне оксигенации, но и небольшие дозы дексаметазона в последующем, максимум 10-14 суток, возможно, приведут к более быстрому стабилизации нашего больного. Но больше, превышая эти сроки, зачем назначить подобного рода фармакотерапию? Ну и, конечно же, назначение ГКС при отсутствии показаний. Это самый главный момент, который, в общем-то, связан с назначением ГКС, в первую очередь, в ампулатонной практике. Единой тактики в стационаре на новий взгляд будет следующий. Антикоагулянтотерапия. Нужно определиться с необходимостью назначения противовоспалительных препаратов. Возможности. ГКС, пульстерапия, либо средняя доза дексаметазона по показаниям. В случае неэффективности подобного рода лечения, рост ферритина, возвратная лихорадка, нарушение газобменной функции легких прогрессирует, конечно же, моноклональные тела. Стабильное состояние леви-лимап, либо олокизумап, с учетом уровня интерлекин 6-го и, конечно же, тоцелезумап у больного, требующего более высоких уровней респираторной поддержки в отделении для заниматься на консерванты. Далее, коллеги, какая у нас еще с точки зрения пульмонолога сейчас очень серьезная проблемная группа. И это серьезная проблема, которая назрела и которую нужно решать. Это больные с продолжающим симптоматическим COVID-19. Поверьте, ни в одной стране мира, вот кроме Швейцарии, нет рекомендаций к поведению подобного рода пациентов с персистирующими симптомами. В тех данных, которые бы мне хотелось глубоко уважаемые коллеги озвучить, присутствует целый ряд симптомов этого процесса, который я сейчас, решив технические проблемы, постараюсь продемонстрировать. Обратите внимание, среди них одышка 63%, это кашель основном, который беспокоит наших пациентов, кашель непродуктивно сухой, а отделение мокроты небольшого количества больных, 8-10%, как правило, наверное, тяжелые больные, которые перенесли COVID-19, с присоединением бактериальной инфекции, то есть они находились на инвазивной вентиляции легких. Далее, коллеги, что мы можем предложить нашим пациентам для того, чтобы планировать соответствующую фармакотерапию? Конечно же, пульс оксиметрии. Если пациент десатурирует на фоне физической нагрузки, конечно же, ниже 94%, это уже серьезная проблема. Если он десатурирует и требуется кислородотерапия, это тоже проблема, которую нужно решать. Но еще нам поможет, конечно же, определение диффузионной способности легких. Эту работу мы опубликовали в июне прошлого года. Это была первая, наверное, в мире работа, посвященная данным вопросам. И оказалось, это было очень удивительно. Никаких вентиляционных нарушений, то есть ни обструкции, ни рестрикции серьезного у этих пациентов нет. Но диффузия страдает. То есть как раз не диффундирует кровь через альвеолярную стеночку, вернее, не диффундирует кислород из воздуха через альвеолярную стенку в кровоток. И, конечно, это серьезная проблема, требующего решения. В последующем наши работы подтвердили эти данные, которые связаны как раз и с текущим воспалением, и с нарушением микроциркуляции, потому что газообменная функция легких страдает у этих пациентов достаточно длительное и сохраняется длительное время. Что мы можем предложить? Опять возвращаемся к тому первоисточнику нашей публикации, которую мы опубликовали 12 мая. Стоит упомянуть о не менее важной стороне вопроса. Мы уже сталкивались с тем, что нам удается спасти наших пациентов с использованием глюкортостероидов или моноклональных анкетил, но если у больного длительное время сохраняются участки консолидации, то, что приложение есть, и есть элементы дыхательной недостаточности, эпизоды десатурации, требующей оксигенной терапии. Что мы можем предложить? И вот здесь 2-3-недельный курс 25-30 мг метил глюкортостероидов в течение вот этих 2-3 недель с последующей отменой в течение тоже 2-3 недель, то есть в общей сложности 5-7 недель больной принимает глюкортостероиды. Вот эти данные говорят нам о том, что такая терапия может привести к более быстрой стабилизации газообменных цивилёх и пациенты безусловно отмечают улучшение качества жизни. И мне, конечно же, очень здорово представлять данные, которые вы видите на этом экране. Это швейцарские рекомендации, где коллеги соглашаются с подобного рода позицией в отношении назначения глюкортостероидов. 25 мг в сутки общей продолжительностью 6-7 недель подобного рода фармакоперапии у пациентов с вышеозначенными критериями. Это наличие одышки, это персистирующие симптомы, нарушение газообмена с инцилёйки при имеющейся точке приложения в виде сохраняющихся массивных изменений. Ну и, конечно, тогда, когда мы исключаем острое течение какой-либо бактериальной инфекции, которая может сопутствовать больным, которая находится уже после выпуска из пациентра каких-либо других лечебных возрождений. Конечно же, симптоматическая правильная терапия тоже залог успеха подобного рода клинических ситуаций. Кашель, помните, я упомянул, это проблема как для острого периода, так и для больных с продолжающим симптоматическим ковидом. И в этом контексте ещё раз мне хотелось обратить внимание коллеги на тот факт, что только противопышливые препараты в подавляющем частое случаев показываны нашим пациентам. Кашель в 80% случаев как минимум непродуктивный, когда мы говорим об остром периоде, и практически в 90% случаев сухой непродуктивный, когда мы говорим о больных с продолжающимся симптоматическим ковидом. Что мы можем предложить нашим пациентам? С учётом сегодняшних наших знаний это бутемират, леводоропротезин и линголин. Кодемин, содержащие препараты, мало доступны в каллинической правке, плюс они угнетают дыхательный центр, а у пациентов и так с проблемами в отношении газообмена, конечно же, значения этот препарат не допустим. Декстрометрофана в нашей стране нет, поэтому 3 лекарственных средства прекрасно могут применить. Да, бутемират и леводоропротезин обладают противокашленными действиями, но и ринголин тоже действительно обладает исследованиями, которые продемонстрировали его эффективность для купирования сухого кашля в целом ряде клинических ситуаций. 4 плацебо-контролируемого протокола, которых не обойти. Доказанный эффект по части купирования сухого кашля у пациентов с простудой, у пациентов, кстати говоря, с хронической пакиноболизолюцией. Плацебо-контролируемый протокол для назначения ринголина по сравнению с плацебо продемонстрировало устойчивый клинический эффект по части более быстрого регресса кашля на фоне постродиспиратурной вирусной инфекции. Наконец, еще одно исследование, которое опубликовано в 2020 году. Хроническая пакиноболизлёйка. Кашляющие пациенты, кашля даже в ряде случаев продуктивные. Так вот, целью улучшения качества жизни назначался ринголин. И, оказывается, его назначение приводило к устойчивому положительному ответу противокашлевому действию, которое отмечали подавляющее число больных, которые получали подобное родное паникоператив. Поэтому неудивительно, что экспертное сообщество, в том числе, пометуя об этих исследованиях, и в рамках рекомендаций по ОРВИ и поведению пациентов с гриппом, указало, что в случае сухого кашля на фоне этих инфекций целесообразно назначение противокашлевого препарата ринголин. Равно, как и в случае COVID-19 амбулаторная практика, где все три противокашлевых препарата, которые доступны нам с вами, глубоко уважаемые коллеги, должны быть отражены, и безусловно, ринголин тоже, особенно в амбулаторной практике, хорошо нам помогает для купирования кашля у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому и в том числе при остром периоде ковида и в случае продолжающегося симптоматического ковида кашель, как правило, непродуктивный, поэтому назначение этих же противокашлевых препаратов будет наиболее целесообразным, так как это приводит к улучшению качества жизни и уменьшению выраженности этого высокого кашля на фоне назначения подобного препарата. Я благодарю вас за внимание, глубоко уважаемые коллеги, готов ответить на вопросы, если таковы и последуют. Спасибо. Коллеги, Андрей Алексеевич сказал, что ему придется временно быть не на связи, но он ближе к мероприятию подключится на вопросы в чате. Поэтому я прошу тогда следующего спикера перенять эстафету. Презентация уже на экране. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Был замечательный доклад «Загляд пульмонолога на ковид». Мы немножко поговорим о другом. «Взгляд от ларинголога на ковид». Да, пациенты с ОРВИ приходят не только к терапевтам, не только к инфекционистам, но и к от ларингологам, потому что уже в названии понятно, да, респираторная инфекция, затрагивается слизистая оболочка верхних дыхательных путей. И если раньше мы всегда говорили принципиально, что это ОРВИ, грипп, разные подходы, разное лечение, у нас есть достаточно эффективное лечение именно гриппа, то теперь, конечно же, дифдиагноз между тремя заболеваниями. С одной стороны, нам с вами повезло, локдаун в чем-то принес такие свои положительные моменты, например, да, то, что в прошлом году не было такой эпидемии гриппов, позапрошлом году обошлись, мы тоже, нам хватило с вами вирусных инфекций и COVID-19, но в этом году уже, во-первых, стоит вопрос, может ли человек болеть одномоментно и, например, какими-то вирусными инфекциями и одновременно ковидом, ковидом и одновременно гриппом. Если раньше пациент заболевал гриппом, была микс инфекции с вирусами, с банальными, то вполне возможно и вот такое сочетание, я думаю, что будем ждать исследований, ждать, смотреть клинические наблюдения, смотреть вообще, как дальше жить с этими тремя инфекциями. И, как я уже говорила, что грипп у нас миновал в прошлые года, но в этом году отмечается подъем заболеваемости. Очень надеемся на вакцинопрофилактику, но неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться этот респираторный сезон. Понятно, что когда к нам приходят пациенты, у нас с вами на приеме 10 минут, и у нас нет под рукой экспресс-диагностика какой-то респираторный вирус, риновирус, аденовирус, мы можем только предполагать. С одной стороны, с другой стороны, начинают входить в нашу жизнь экспресс-диагностика гриппа А, А, Б, но тоже пока не получили широкого применения. Поэтому, конечно же, мы только предполагаем, что у конкретного пациента, да, это ОРВИ, это грипп, либо это COVID-19. Очень непросто поставить легкую форму COVID-19. То, что сейчас рассказывал Андрей Алексеевич, да, это уже те пациенты, которые попали в стационарте, которые уже с развернутой формы, с тяжелым течением COVID-19. К счастью, достаточно много пациентов переносит COVID-19 в легкой форме. Это очень и очень хорошо. Да, мы все надеемся, что будет очередной штамм, который вообще перейдет в такое достаточно легкое течение, да, что все-таки эта пандемия закончится, и мы как-то будем жить более привычно, в ожидании респираторного сезона. Начало COVID-19 очень похоже. Вот когда человек теряет обоняние, тут он понимает, что это точно COVID, а все остальные симптомы очень похожи. Но вот большинство жалуются все-таки более выраженная такая заложенность в груди с первых дней, да, и все-таки такой больше уклон на кашель, чем на заложенность носа, на насморк, но присутствуют все эти симптомы. И опять же приходят к нам пациенты на прием, и, конечно, они хотят очень быстро выздороветь. Во-первых, конечно, все испуганы, но подавляющее большинство пациентов хотят золотую таблетку, и все понимают, что она должна быть именно системным антибиотиком. Приходя на прием, вызывая врача на дом, на самом деле наши врачи не зачаровывают пациентов. У меня недавно заболела подруга ковидом, в достаточно легкой форме пришел доктор и принес ей антибиотик. Сразу с первого дня бесплатно ей дали антибиотик. То, что мы говорим, да, что это, сколько бы ни говорилось, например, в Москве их раздают даже бесплатно. По всей стране с первых дней заболевания COVID-19 в подавляющем большинстве регионов назначаются системные антибиотики. Все-таки хотелось бы напомнить о другом, да, что пациентам надо напомнить о соблюдении режима, о проветривании, о обильном питье, о применении теотропной терапии, да, противовирусной терапии, о разумной симптоматической терапии. И опять же, если пациенты хотят, с одной стороны, от нас системных антибиотиков, с другой стороны, хотят таблетку для поднятия иммунитета, опять же, этим должны заниматься специалисты-иммунологи. Если посмотреть методические рекомендации по COVID-19, да, то есть, все-таки в схемы терапии до установления четкой этиологии необходимо включать препараты, которые применяются для лечения сезонных ОРВИ. Препаратов достаточно много, и понятно, что пациенты не приходят к нам в состоянии продрома. Все-таки они к нам приходят в той ситуации, когда они уже заболели, когда уже развернута клиническая картина, и в этой ситуации, конечно же, мы назначаем препараты с таким разноплановым действием, как, например, препарат эргоферон, всем известный на основе релиза активных веществ, у которого, с одной стороны, противовирусное иммуномодулирующее действие, с другой стороны, выраженное и противовоспалительное, и антигистаминное действие. Очень много самых разнообразных исследований, не буду на них на всех останавливаться, чем хороший еще эргоферон, тем, что, когда мы его назначаем с первых дней, он помогает быстрее, как бы, происходит элиминация возбудителей. Мы сейчас все по максимуму находимся в помещениях с семьей, да, и когда быстрее идет элиминация, меньше шансов заразить окружающих, это очень и очень здорово. это с одной стороны. С другой стороны, очень много и детей, и взрослых, которые имеют сопутствующие аллергические заболевания, аллергофон такой повышенный, вот как раз эргоферон помогает более легко переносить сезонные вирусные инфекции и опять же легкую форму COVID-19. Говорим и говорим про системные антибиотики, но все равно есть те ситуации, когда без них не обойтись и вот раннее назначение эргоферона обычно помогает в дальнейшем пациентам легко перенести заболевание и в дальнейшем не назначать системные антибиотики. Понятно, что активное лечение COVID-19 не всегда такое нужно и сопровождается на фоне антикоагулянтной терапии, достаточно выраженной с совыми кровотечениями. Вот пациент был с дискомативным гласитом, он был первым, потом было несколько еще таких пациентов высокие дозы антикоагулянтов, был по типу ожога на языке, местное лечение, коррекция доз антикоагулянтов все достаточно быстро прошло. Сейчас пациенты обращаются с фарингами козами, отами козами. Вот здесь пациент представлен с ларингами козом. Обычно такие пациенты раньше были с бронхиальной астмой, которой длительное время применяли этапические кортикостероиды, например, а вот сейчас после такого активного лечения системными антибиотиками пошли пациенты и с ларингами козами в том числе. И, конечно же, этот постковидный синдром, который то ли он есть, то ли он нет, очень много этих пациентов, которые обращаются, в том числе, к отоларингологами. На первом месте, конечно же, проблема с обонянием, очень трудно, как выяснилось, очень трудно без него жить, пока не было такого количества людей с проблемами с обонянием, как-то об этом особо не говорили. Сейчас море этих пациентов с полным отсутствием обоняния, со сниженным обонянием, с извращенным обонянием, с торокосмией. Пошел вал пациентов с нейросенсорной тугоухостью, то есть пациенты выписываются из стационара после перенесенного ковида, бывает в легкой форме, кто-то в средне-тяжелой, в тяжелой форме, и с нейросенсорной тугоухостью попадают к нам. Лечим как бы стандартными схемами, кому-то помогает, кому-то нет, ну как и любая нейросенсорная тугоухость. Достаточно много пациентов с затяжными ринсинуситами, заложенность носа, отделяемые, да, слизи по задней стенке и глотке. Пошли пациенты, которые жалуются на проблемы с голосом, гипотонусной дисфонии, когда доктор с утра голос прямо вся в голосе, все хорошо, где-то к обеду уже нет ни сил, ни голоса, не до смыкания голосовых складок, обычно со временем, такая общая укрепляющая терапия, все это постепенно проходит. Тяжелые пациенты с тромбозами кавернозных синусов, здесь, к сожалению, все достаточно печально закончилось, это то, о чем мы говорим, да, инфаркты, инсульты, тела, в том числе и тромбозы синусов, вот, как в продолжении ковида. Ну, еще раз хочу сказать, что с самыми разнообразными жалобами приходят пациенты после перенесенного ковида, извините, коллеги, все-таки к нам идут по поводу анасмии. Мы мало чем можем помочь, но мы не должны лишать человека надежды. Можно предложить пациентам терапию эфирными маслами, это как и психотерапия, да, вообще считается, что даже человек не чувствует запах, все равно эфиры работают, поэтому можно перенюхивать любимые ароматы, можно, единственное, что, да, чтобы не обжечься, если полное сейчас обоняние, либо это на крышечку, либо это на любое масло косточковое, как носитель, это любое персиковое, абрикосовое масло. Вот, можно, мы предлагаем нашим пациентам вот такую тренировку обоняния, да, эвкалип, гвоздика, лимон и роза, и пациентам нравится, говорят, что есть какой-то эффект. Да, антибиотики обязательно мы назначаем на той ситуации, когда развивается бактериальное осложнение. Все-таки нам необходимо начинать лечение наших пациентов с местной терапии, напоминать им про увлажнение слизистой оболочки. Наша задача не дать на фоне вирусной инфекции, да, перейти в бактериальную, поэтому местное лечение очень важно, но, к сожалению, наши любимые терапевты очень часто любят назначать препараты, которые не предназначены для этого препарата, офф-лейбл. Всем известный альбуцид, который, наоборот, ухудшает мукоцеллярный клиренс, вызывает побочные эффекты. Все-таки, коллеги, надо заканчивать вот с этой самодеятельностью любое осложнение, мы никогда не объясним, зачем это было сделано. Банальные снимки, третий-четвертый день, заложенный снос, небольшое утолщение слизистой оболочки, а уже назначают системные антибиотики. Вот как раз наши терапевты назначаем, а мы активно отменяем системные антибиотики. Пациентка, которая активно на фоне ковида лечилась антибиотиками, закончилась тяжелым грибковым синуситом. Вот пациент тоже, грибковый синусит, опять же, активное лечение системными антибиотиками. Что еще хочу сказать? Кроме того, пациенты всегда были с болью в горле, которые приходили к нам, считая, что у них ангина, и тоже очень хотели системный антибиотик. На самом деле, огромное количество заболеваний, которые вызывают боль в горле, в том числе, конечно же, ангина, стрептококковый тензилит и обострение хронического стрептококкового тензилита. Но горло может болеть и при фаренгите, и при фаренгите как проявлении ОРВИ, и никуда не дели специфические инфекции, в том числе сифилис, туберкулез. Вот тоже пациента это корь. Мы как-то про него сейчас забыли, но вспышка кори до конца в Москве не закончилась. Корь тоже может протекать с болью в горле, с такими высыпаниями, но надо учитывать и общий статус пациента, смотреть на высыпания на коже, на общеклиническую картину. Это и герпетические ангены, их тоже достаточно много, и понятно, что в этой ситуации тоже не всегда вот такие явные пузырьки мы можем увидеть, поэтому надо обязательно проводить тщательный анамнез, после чего уже назначать правильную терапию. И инфекционный мононуклеоз, он тоже никуда не делся, вот, например, пациент, который активно лечился, которого активно лечили антибиотиками, начали одним, потом вторым, и только на десятые сутки взяли клинический анализ крови, где увидели большое количество мононуклеаров, поэтому горло болит, а причин может быть огромное количество. Поэтому, с одной стороны, ковид перед нами ставит все больше и больше вопросов, но на какие-то вопросы мы даем ответы, на какие-то вопросы мы не можем дать ответы, к сожалению, люди продолжают умирать, к сожалению, люди продолжают болеть с осложнениями. Поэтому, конечно же, лучшая болезнь та, которой не было, но если люди заболевают, мы с вами стараемся им помочь. Желаю всем самого всего хорошего. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, отвечу. Добрый день, уважаемые коллеги. В продолжении наших докладов я расскажу, наверное, о нашем методе восстановления после тяжелых заболеваний легких, но единственное, эту методику мы начали принимать и применять на пациентах с тяжелыми вентиляционными нарушениями еще до ковида, то есть это в основном фиброзирующий альвеолит, необратимые изменения у пациентов уже с тяжелой бронхиальной астмой, уже с фиксированной обструкцией, у пациентов с вынужденными ситуациями резекции легких достаточно больших объемов и вот такое восстановительное лечение мы стали применять у пациентов с тяжелыми вентиляционными нарушениями. Мое сообщение посвящено эффективности немедикаментозного лечения методом усиленной наружной пантерпульсации пациентов с тяжелыми вентиляционными нарушениями. На слайде следующем представлена актуальность данной проблемы, поскольку достаточно много среди пациентов с патологией легких людей с декомпенсированной респираторной функцией, уже не поддающихся коррекции дополнительным использованием медикаментозной терапии, что постепенно приводит к инвалидизации и снижению качества жизни. Существует обязательное к рекомендациям выполнение физической нагрузки для реабилитации этих пациентов, соблюдение режима постоянной базисной терапии подчас все-таки пациенты уменьшают дозы или отменяют. Но, однако, среди пациентов достаточно высока доля, не способных выполнять даже минимальные физические нагрузки без какой-либо десатурации и нарастания адыжки. На следующем слайде поиск дополнительных методов ведения таких пациентов с тяжелыми стадиями обструктивной болезни легких, бронхиальная астма крайне тяжелого течения с формированием фиксированной обструкции, синдромом перекрестка астма хоббл, фиброзирующим альвеолитом, интерсоциальными заболеваниями с последующим развитием фибротических изменений по типу сотового легкого и резекции легких. Использование усиленной наружной контрупульсации позволяет повысить у этих пациентов анародный порог и в дальнейшем перейти к расширению физических нагрузок. Целью нашего исследования было изучить эффективность усиленной наружной контрупульсации у пациентов с тяжелой и средней тяжестью вентиляционными нарушениями, находящихся в стабильном состоянии респираторного заболевания, без обострений, на оптимальной базисной терапии и не имеющих патологии сердечно-сосудистой системы. То есть мы брали пациентов, которые уже получили полностью подобранную терапию, были сняты обострения у этого пациента, скорее всего проходило где-то около месяца наблюдений, что он соблюдает базисную терапию этот пациент, были достигнуты или осознаны его максимальные значения по функции внешнего дыхания и единственное отбирались люди, кто практически не демонстрировал и не страдал сердечно-сосудистой патологией, потому что метод усиленной наружной контрапульсации очень хорошо известен и зарекомендовал себя именно среди пациентов с сердечной недостаточностью и БС как восстановительной методикой. Но нам было интересно увидеть эффект терапии на вентиляционные нарушения у этих пациентов. На следующем слайде представлена сама методика, как выглядит. То есть здесь пациент находится в манжетах, они располагаются на ногах, это пневматические манжеты. Методика проводилась около часа, синхронизированная с ЭКГ. Этот метод лечения ишемической болезни сердца, позволяющий улучшить кровоток, в данном случае коронарных сосудов, как хорошо известная методика, путем контрапульсации специальными воздушными манжетами на ногах, чередуя фазу диастолы и систолы, улучшая наполнение периферического русла кровью за счет повышения скорости кровотока. На следующем слайде можно увидеть механизм действия, то есть надеваются на ноги три манжеты, которые поочередно нагнетают воздух от икр до ягодичных мышц, в диастолу манжеты раздуваются и происходит сдавление мышц и затем перед систолой, непосредственно перед началом последующей систолой эти манжеты быстро сдуваются, то есть создавая такой вот эффект пустого кровотока, поэтому сердечная мышца работает с той же самой силой, но тем не менее сердечный выброс становится очень высоким для этого пациента, достаточно высоким, выше, чем если бы он, ну или сравним, сравним с тем, что если бы пациент совершал физические нагрузки, бег, в частности плавание, нишенями, контрпульсация вот этой вот процедуры, в первую очередь, конечно рассматриваются эффекты сосудистого русла периферических сосудов всех органов, но в нашем случае нас интересовали легкие и на следующем слайде мы можем видеть спасибо, так, мы перешли, эффект оказываемый на остенизацию, восстановление мышц, это особенно актуально у пациентов с развитием кохексии при дыхательной недостаточности, перераспределение жидкости, нарушение сосудистодвигательной функции, изменение гемодинамики, эффективной работы сердца. на следующем слайде гемодинамические механизмы действия контрпульсации в фазу систолы мы видим систолическую разгрузку работы сердца, поскольку систола или мышечной активности, сердечной мышцы остается прежней, но при этом за счет создания такого отрицательного давления в момент сдувания манжеты ускоряется, повышается скорость кровотока, то мы достигаем систолической разгрузки, улучшения диастолического выполнения и повышения сердечного выброса, что улучшает эндотелиновую функцию, способствует даже механической вазодилатации, уменьшению гиперплазии интимы, развитие коллатералий, ток крови в ашемическую область, повышается, улучшается плотность капилляров, капиллярного русла, развитие коллатерального кровотока и улучшение нейрогуморальных факторов, было доказано снижение мозгового и предсердного натриоэлитического факторов, снижение ангиотензина-2, уменьшение ригидности артериального русла, уменьшение сосудистого сопротивления, ну и, собственно, полезной работы сердца. на следующем слайде мы хотели показать отбор пациентов для нашего исследования с вентиляционными нарушениями, то есть отбирались люди с тяжелыми и средне-тяжелыми вентиляционными нарушениями в стабильном своем состоянии, максимально возможными показателями для них функций внешнего дыхания проводился курс контрпульсации, это 20 сеансов по одному часу с давлением в манжетах 220-280 миллиметров ртутного столба и измерялись сперметрические, сперэргометрические показатели, то есть сперметрии с нагрузкой, бодиплетизмография проводилась, диффузионная способность легких, которые оценивались до и после курса контрпульсации. Ну и также шестиминутный шаговый тест, оценка отдышки по боргу до и после нашего лечения. На следующем слайде критерии включения этих пациентов в первую очередь это были пациенты с тяжелыми и средне-тяжелыми малообратимыми изменениями вентиляционных показателей функции дыхания включены были как с рестриктивным типом, так и обструктивным типом. Большинство пациентов, конечно, имели смешанный вариант рестриктивно-обструктивных нарушений и критериями не включения это были на следующем слайде не только противопоказания для проведения наружной усиленной контрпульсации, но и с учетом того, что пациенты выбирались с изолированной патологией легких. Ну, в первую очередь исключались нарушения ритма, влияющие на синхронизацию работы устройства, тромбофлебиты, тромбозы вен нижних конечностей или тромбоэмболии в анамнезе в легочной артерии, тяжелые обмазионные поражения артерий нижних конечностей, аневризма аорты, требующие хирургического вмешательства, недавно проведенные катализации сердца, клинически значимые поражения клапанов сердца, значительная артальная недостаточность, тяжелые нейтральная или артальная стеноз, геморрагические состояния, неконтролируемая артериальная гипертония, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, наличие в анамнезе хронической болезни почек и беременность. На следующем слайде мы можем увидеть методы, которыми мы оценивали наших пациентов. В первую очередь функция дыхания изначально служила как критерий отбора пациентов, после подобранной терапии, чтобы увидеть динамический контроль, что это действительно вентиляционные нарушения в средней степени тяжести, которые уже на медикаментозной терапии ничем не улучшаются. Обязательно ЭКГ и эхо, ультразвук сердца с мониторированием ЭКГ для исключения патологии сердца и УЗДГ вен нижних конечностей как противопоказание риск тромбозов во время процедуры. Динамический контроль показателей бодиплетизмографии, диффузионной способности легких, спироэргометрия, шестиминутный шаговый тест, то есть те показатели, которые были нам необходимы для динамической оценки результатов исследований. На следующем слайде представлены предварительные результаты нашего исследования, которые дали очень интересные, очень необычные, не вполне ожиданные для нас даже результаты, что действительно у пациентов по нагрузке, толерантность к нагрузке действительно быстро снижается, то есть они дают хорошие показатели по шестиминутному тесту, снижению отдышки, а при детальном анализе оказалось, что у них есть тенденция к увеличению жизненной емкости легких, общей емкости легких по бодиплетизмографии, увеличению остаточного объема, но в то же время и увеличение функциональной остаточной емкости. В то же время обнаружено было увеличение по диффузии, при исследовании диффузионной способности увеличение альвеолярного объема. Ну, яркого влияния на саму диффузию, улучшение диффузионных свойств нами замечено не было, по крайней мере, там не получилось достоверных величин, и мы сейчас обдумываем выделить вообще группу пациентов, у кого практически нет вентиляционных нарушений, но тем не менее сохраняется низкая диффузионная способность, особенно после перенесенного ковида, и такие пациенты есть, просто поскольку ковид всегда сопровождается риском различных тромбозов, эта группа пациентов пока только сейчас начинает набираться для исследований и, собственно говоря, проведения восстановительного лечения. По показателям спироэргометрии на следующем слайде мы можем увидеть такие достаточно очевидные выводы. у пациентов после контрпульсации увеличивается время работы, то есть переносимость нагрузки становится явно больше, это не только 6-минутным тестом показано, уменьшается время восстановления, увеличивается пиковое потребление кислорода и на следующем слайде по анализу спироэргометрии можно видеть влияние контрпульсации на анаэробный порог, увеличение вентиляционного резерва и увеличение в метах пересчитанных в толерантности к физической нагрузке. Ну и, естественно, показательным был первое, что бросалось за глаза, что заставило нас выделять группу этих пациентов это увеличение увеличение 6-минутной результата по 6-минутной ходьбе. То есть, действительно, пациенты давали прирост где-то даже более 50 метров после 20 сеансов контрпульсации, при этом, что сатурация у них достаточно в покое, была достаточно низкая. очень интересно, что после контрпульсации на нагрузке эти пациенты показывают увеличение сатурации именно во время нагрузки. То есть, появляется, естественно, отдышка, повышается частота сердечных сокращений, но при этом из покоя, где у них была сатурация 90% на нагрузке, она начинает повышаться 94-95, хотя до этого пациент нагрузку боялся выполнять, потому что знал, что у него сатурация может упасть, ему нужен концентратор кислорода, чтобы посидеть, отдохнуть. То есть, вот этот метод контрпульсации, в заключении я хочу сказать, что эта методика благодаря своим эффектам позволяет быстрее пациентов подводить к расширению физической активности. Конечно, хочется рекомендовать большему количеству пациентов данную методику и обязательно рекомендовать физическую нагрузку, но самое главное, наверное, что для врачей это очевидно, что физическая нагрузка, это часть реабилитации пациентов с очень тяжелыми вентиляционными нарушениями, но тут видно именно, как пациент сам осознает, что есть такой прыжок к тому, что физическая нагрузка ему становится доступной. Ну, собственно, это все, что я хотела рассказать сегодня в нашем выступлении, поблагодарить организаторов за возможность представить начальный результат нашего исследования с пациентами вентиляционными вентиляционными нарушениями и поблагодарить всех за внимание. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Хотелось бы, конечно, сказать, приятно всех вас видеть, но, к сожалению, вот такие времена, когда приходят сообщаться дистанционно, будем осваивать формат и решать проблемы по мере их поступления. Итак, особенности подбора СИПАП-терапии у пациентов с крайне тяжелыми степенями синдрома обструктивного апноэсна. Начнем с того, что это такое. Хотелось бы коротко напомнить. Синдром обструктивного апноэсна это патологическое состояние, когда во время сна происходят повторные коллапсы верхних дыхательных путей на уровне клодки. В результате этого нарушается нормальная структура сна, в результате этого нарушается насыщение крови кислородом во время сна. Внешне это обычно проявляется храпом, а днем приводит к избыточной дневной сонливости и достаточно большому спектру и других симптомов. Чем нам это с вами как терапевтическим докторам интересно? Во-первых, количество пациентов с апноэсна растет и в развитых странах на сегодняшний день составляет порядка 10% популяции, а также у пациентов с нелеченным тяжелым апноэсна, так называемый индекс апноэ-гипапноэ, количество вот этих дыхательных пауз за час сна. Если этот индекс более 30, то по результатам достаточно большого числа исследований, в том числе весьма масштабных, показано, что у этих больных сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность драматически возрастают. Как лечим? Золотой стандарт лечения, подчеркиваю, не храпа, а лечения синдрома абструктивного апноэсна тяжелой степени – это неинвазивная вентиляция в режиме СИПА. Пациент одевает маску, портативный компрессор подает воздух, и этот воздух создает пневматическую распорку на уровне верхних дыхательных путей, которая не дает им спадаться. Внешне человек спит тихо, спокойно, без храпа, по сути, он абсолютно нормально душен. Тем не менее, приблизительно у 10% пациентов обычно это больные с тяжелым апноэ и выраженным ожирением. Мы начали лечить их СИПА. Абструкция глотки ушла, абструктивное апноэ ушли, а ночная дипоксимия все равно сохраняется. Почему это может произойти? Ну, на самом деле, наверное, объяснение многофакторное. Начнем с того, что раз это ожирение, то этим больным присущи определенные нарушения механики дыхания. Это сохраняющаяся дисфункция рецепторного аппарата. В дальнейшем происходит так называемый ресетинг, восстановление чувствительности рецепторов, но это требует время. Это хроническое утомление дыхательной мускулатуры на момент начала лечения. Это так называемый рикошет ремсна. Ну, если совсем коротко, то если у пациента с тяжелой формой апноэ сна сон аномально поверхностный, то здесь сон после восстановления нормального дыхания на какое-то время становится аномально глубоким. И, соответственно, мы имеем дело с пролонгированной гипотонией, в том числе и дыхательной мускулатурой. Кроме того, сохраняется остаточная обструкция за счет отека верхних дыхательных путей, так как бьющиеся друг о друга стенки глотки это микротравма, которая может провоцировать такой отек. Ну, и плюс возможны определенные методические погрешности в подборе лечения этим пациентам. Подавляющее большинство этих факторов в той иной степени обратимо на фоне нашей терапии. Как мы можем их лечить? Ну, сразу давайте договоримся. Значит, в этой вот гипоксимия у тяжелых апноэков на фоне начавшейся ПАП-терапии это все равно гиповентиляционный синдром. Поэтому идея дать им к СИПАПу кислород в этом случае представляется абсолютно неверной. Что мы можем сделать? Есть две методики неинвазимой вентиляции, которые потенциально могут играть роль у этих больных. Это, как я уже сказал, СИПАП. Это когда мы с вами даем пациенту постоянное положительное давление, поддерживающее глотку раскрытой и БИПАП, когда есть давление вдоха и давление выдоха, давление выдоха поддерживает раскрытую глотку, давление вдоха оказывает эффект эспираторной поддержки. То есть, если вот мы попробуем сформулировать коротко, то СИПАП дает таким пациентам возможность дышать, а БИПАП это уже вентиляционная поддержка, которая помогает дышать. Но тут есть один момент, и опыт работы с больными с ковидом сейчас демонстрирует это очень ярко. Хотя СИПАП и не является респираторной поддержкой, тем не менее СИПАП не только открывает глотку, у тех же самых больных с ковидом в этом нет необходимости, СИПАП стабилизирует дыхательный объем за счет большого давления вдоха и соответственно большого давления на выдохе. И именно это у таких пациентов позволяет уменьшать степень ночной гипоксении. То есть СИПАП в данном случае оказывает не только функцию открывателя глотки, но и функцию стабилизатора дыхательного объема, что крайне необходимо этим пациентам. И что интересно, вот в данном случае это исследование на гораздо более тяжелых больных это больные с синдромом ожирения гиповентиляции. Тот самый пикерский синдром, когда в результате морбидного ожирения дыхательная недостаточность становится хронической и присутствует в том числе и в дневное время. Так вот в этой исследовании и в целом ряде других работ было показано, что естественно на коротком отрезке времени БИПАП может оказать более хороший результат. Мы можем достичь достаточно быстро почти сразу, но если мы дадим этим пациентам лечение на определенное время, то СИПАП и БИПАП мало отличаются друг от друга, они либо равны, либо БИПАП, если превосходит СИПАП-терапию, то превосходит ее достаточно незначительно. А вот еще одно интересное исследование. Это у больных поинтересовались, какой вариант неинвазимой вентиляции им представляется наиболее оптимальный, как с точки зрения комфорта и с точки зрения клинической эффективности. И посмотрите, что получилось, что у этих пациентов большая часть, большая, 65% плюс 5, которым было без разницы, то есть 70%, две трети, сказали, что они либо предпочитают СИПАП-терапию, либо не видят разницы между двумя этими методиками. А к этому еще стоит добавить, что БИПАП-терапия это, соответственно, гораздо более дорогой метод лечения, он гораздо более затратен как и для лечебного учреждения, так и для пациентов. И вот наш скромный вклад в оценку этой проблемы, небольшое исследование, когда ретроспективно мы оценили динамику показателей газообмена во время сна у пациентов на фоне СИПАП- и БИПАП-терапии. Были взяты взяты группа из 15 пациентов, у которых после начала СИПАП-терапии во время сна сохранялась гипоксимия со средней ситуацией менее 90%. При этом у них не было дневной гипоксимии и у них было тяжелое апно, у всех индекс апно и гипоксимия был более 30. 9 пациентов получили СИПАП-терапию, то есть им была продолжена СИПАП-терапия и у 6 пациентов СИПАП был заменен на БИПАП. И они получали это лечение в течение 7 последних ночей. Критерием эффективности лечения была средняя сатурация кислородом во время сна более 90% на 7-й ночи. И что же мы получили? Во-первых, мы получили, что лечение оказалось эффективно в обеих группах. И там, и там сатурация кислородом во время сна через 7 ночей лечения была более 90%. Да, можно сказать, что вот тут вот где-то совсем чуть-чуть БИПАП-терапия оказалась более эффективна по сравнению с СИПАП, но, еще раз, это только 7 ночей, и это абсолютно статистически недостоверная разница, поэтому можно сказать, что вот у этой категории больных назначения как СИПАП, так и БИПАП-терапии по эффективности одинаково, а с поправкой на большую сложность и большую стоимость, соответственно, наверное, назначение БИПАП-терапии должно служить методом выбора для неких отдельных пациентов с гораздо более тяжелыми вариантами дыхательной недостаточности, чем те, про которые я вам сейчас говорю. еще еще один момент, да, я упоминал, что есть определенные технологические нюансы, которые могут повлиять на результат лечения. Два наиболее распространенных типа масок, назальная, которая закрывает только нос пациента, и рота носовая, которая закрывает и рот, и нос пациента. И вот, хотя для многих и пациентов, и врачей представляется более логичным, что можно дышать ртом и носом, и надо вроде как брать ротоносовую маску, на самом деле, опять же, в целом ряде исследований показано, что носовая маска однозначно более приоритетна, она позволяет добиваться лучшего клинического эффекта на меньших цифрах воздушного давления, которое подается пациенту в дыхательные пути. И вот, собственно, иллюстрация из моей собственной практики, когда молодой пациент с очень выраженным ожирением, с крайне тяжелой формой апноэсна и тяжелейшей ночной гипоксимии, которому потребовалась СИПАП-терапия, в данном случае, ну, скажем так, пациент сам категорически настоял, что у него плохо дышат носы, поэтому носовую маску он выбирать не хочет, он будет использовать маску рот-носовую. И вот, что мы видим, да, несмотря на то, что прибор повышает давление и повышает его до достаточно высокого уровня, сохраняются гипопнои, сохраняются циклические повторяющиеся эпизоды глубокой десатурации, то есть, как бы, пациент абсолютно не компенсирован, несмотря на то, что прибор старается за всех сил. И вот этому же пациенту я, собственно, присутствовал при этом и в какой-то момент смотреть на вот этот происходящий ужас мне надоело. Я снял с него рот-носовую маску и надел носовую. Пациент опять сразу же уснул и вот просто между вот этими двумя как бы мини-слайдами между этими двумя диаграммами здесь промежуток 15-20 минут приблизительно. И вот, пожалуйста, на гораздо более низком уровне воздушного давления вы видите абсолютно нормальное дыхание и абсолютно нормальное насыщение крови кислородом. Значит, здесь есть еще один момент, да, в данном случае это уже определенный, это не валидизированная методика, это просто вот результат неких моих практических наблюдений, мы с вами договорились, что у пациентов с дыхательной недостаточностью, достаточно тяжелой дыхательной недостаточностью во время сна, мы с помощью СИПАП-терапии должны не только раскрыть глотку, но и стабилизировать дыхательный объем. Современные аппараты СИПАП в основном автоматические, то есть они настроены на то, чтобы подавать некое оптимальное воздушное давление, которое будет раскрывать верхние дыхательные пути. Для других функций этот прибор в первую очередь не рассчитан. И поэтому у части пациентов та величина воздушного давления, которая открывает у них глотку, она может оказаться недостаточной для того, чтобы эти самые верхние дыхательные пути, раскрыв, еще и дыхательный объем стабилизировал. И вот я в данном случае назвал подобные установки в приборе концепцией полуавтоматического режима при лечении пациента с тяжелой формой обструктивного апноэсна. Да, у нас прибор будет работать в автоматическом режиме от минимального до максимального настроенного давления, но мы ему поставим задачи, чтобы вот это вот минимальное давление было не 3-4 сантиметра водного столба, а было бы на уровне 10-12 сантиметров водного столба. Это та величина, которая у подавляющего большинства пациентов хорошо переносится и которая в общем позволяет опять же у большинства пациентов достигнуть той функции стабилизации дыхательного объема, про которую я уже говорил. А в некие отдельные моменты, когда это будет необходимо, да, в этом случае прибор может на какое-то время повышать давление еще выше, обеспечивая открытие глотки, выполняя его собственно СИПАП-функцию по лечению обструктивного апноэсна. И вот собственно говоря несколько клинических наблюдений. Вот здесь мы это в данном случае тренд сатурации, пульсоксиметрия во время сна у этих больных. Это вот пациент с тяжелой формой апноэсна, но видите, при возобновлении дыхания у него сатурация возвращалась к исходному уровню. И в общем вполне логично, что дав ему СИПАП, мы в первую диаграммой с гиповентиляции. Я достаточно хорошо помню этого пациента. Пациент был с ожирением в режиме спонтанно томированном, но в общем кислородом во время сна. А вот это пример того пациента, того типа пациента, про которых я вам сегодня рассказываю. Тяжелейшая гипоксимия во время сна, в какие-то моменты сатурация падает просто до критических уровней, зачастую не возвращается к исходному уровню, мы выйдем в тяжелейшую гипоксимию. И назначение этому пациенту обычной СИПАП-терапии в автоматическом режиме привело к устранению апноэсна, но у этого пациента сохранялась тяжелая гипоксимия, она сохранялась и на вторую, и на третью ночь лечения, прибор был перенастроен в тот самый модифицированный полуавтоматический режим, и еще через несколько лечебных ночей, вы видите, может быть, результат не столь идеален, как у первого пациента, но тем не менее сатурация почти не опускается ниже 90%, средняя сатурация у этого пациента в течение ночи выше 90%, что, собственно говоря, к концу первой недели лечения уже более чем хорошо. Далее, как нам быть? Соответственно, мы опять же переходим к практическим вопросам, нам надо подобрать СИПАП-терапию нашему пациенту, видите, автоматический, полуавтоматический режим, да и БИПАП, может быть, некоторым. Есть два стратегических направления, либо это подбирается все под инструментальным контролем в стационаре, это все очень качественно, но это все сложно и очень дорого, и можно сделать то же самое в амбулаторном режиме, дав пациенту автоматический прибор, в расчете, что этот автоматический прибор все исправит. Вроде бы, как я немножко себе противоречу, потому что показал, что не все эти приборы в автоматическом режиме могут всем пациентам все исправить. Современная терапия это не просто эффективность, это контролируемая эффективность. Прибор не просто решает, как лечить, он запоминает весь процесс и в виде статистики, и в виде графика. Более того, к прибору можно присоединить пульсоксиметрический модуль, и тогда мы благополучно получаем в одном флаконе и респираторный аппарат, и кардиореспираторный монитор, который будет отслеживать, как пациент дышит. И вот, конечно, если это пациент с очень умеренными нарушениями дыхания, которые мы все-таки хотим лечить СИПАП, может быть, это и не обязательно, но памятуя о том, что бывают вот такие вот на СИПАПе гиповентилирующие гипоксимичные пациенты, то если у пациента крайне тяжелая апноя, а это что, индекс апноя и гипопноя более 50-60 в час, если у него средняя сатурация во время сна ощутимо ниже 90, и у него выраженное ожирение с индексом массы тела более 40 килограммов, у этого пациента тоже возможен подбор СИПАП терапии в таком вот амбулаторном режиме, но вот у этого пациента тогда потребуется пульсоксиметрический модуль, и это позволит нам решить, насколько мы его компенсировали, и нужно ли как-то модифицировать лечебный режим, на котором мы отпускаем нашего пациента на первые несколько ночей. Таким образом, я хочу подчеркнуть, что СИПАП терапия остается приоритетным лечением для пациентов с тяжелым конструктивным апноэ сна. У всех с тяжелой гипоксимии, с очень тяжелой гипоксимии, при условии, что это не пациент с хронической дыхательной недостаточностью и тяжелыми нарушениями газообменных бодрствий. Даже у пациентов с крайне тяжелым апноэ сна, если у этих пациентов поначалу появляется ночная, сохраняется ночная гипоксимия, СИПАП все равно можно подбирать амбулаторно и он все равно будет эффективен, но просто это надо делать чуть более вдумчиво, более медленно и обязательно под контролем сатурации. Ну и правильный выбор маски, знание врачом, каким образом нужно и можно подбирать все эти респираторные параметры, конечно же, это залог лечебного успеха, который позволит добиться хорошего самочувствия и хорошего прогноза у этих зачастую не очень простых пациентов. Хочу поблагодарить вас за внимание, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение на эту почетную конференцию. Хорошего вам всех дня, не болейте! хорошее футбол,